так ли это время не лечит время просто проходит но вот лечит или не лечит здесь можно поразмышлять и как всегда я прочитал интересное стихотворение по этому поводу екатерины бархатовой называется время не лечит вот эта писательница у нее мнение то что время не лечит давайте попробуем сейчас вместе подумать над этим я хотел бы прочитать ее стихотворение как это у меня в жизни было и как я к этому отношусь и так она говорит а время не лечит время просто проходит лечит аэропорты и города лечит веселый нрав этот кто приходит я немножко видоизменил ее стихотворение как мне это кажется я и поэтому я по-своему смотрю на это дело и здесь я сделал немножко поправки свои значит лечит веселый нрав этот кто приходит в жизнь твою и остается в ней навсегда то есть человек когда рождается у него в жизни приходят очень много событий различных людей и если человек например нашел бога а я верующий человек то этот или бог скажем тогда духовная личность он вошел в нашу жизнь и остается в ней навсегда лечит не врач лечит луна и звезды лечит объятия море и океан лечат слова его ты не чего не бойся лечит прогулка в лесу и густой туман что интересно в библии бог обращается каждому из нас примерно триста шестьдесят пять раз уже посчитали исследователи и там говорится ни чего не бойся я с тобой то есть можно сказать в нашем календаре на каждый день бог обращается к тебе и ко мне и говорит ты ничего не бойся я с тобой вот таким образом я например это себе сделал да стихотворение то есть у меня это звучит так лечит не врач лечит луна и звезды лечит объятия море и океан лечит слова его ты ничего не бойся лечит прогулка в лесу и густой туман лечат знакомства новые лечит удача если сегодня так значит уже повезло просто оставь просто не требуй сдачи все ведь намного хуже случиться могло если мы посмотрим последние события что происходило или происходит сейчас в мире то многое могло быть намного намного хуже поэтому нужно быть довольным тем что мы имеем на сегодняшний день а еще лечит возможность его слушать разговоры с ним и здоровый сон лечит желание жить и счастливый случай а еще лечит правда его и закон ну речь конечно идет о боге значит лечит еще возможность его послушать разговоры с ним и здоровый сон лечит желание жить и счастливый случай а еще лечит правда его и закон то есть вот в этом четверостишье в этой четыре строчки до очень много мыслей есть прислушайся к нему что он тебе хочет сказать разговаривай с ним и тогда будешь спокойно спать и если будешь как-то придерживаться его правды и закона то жизнь у тебя будет счастливой напоследок пару интересных мыслей также говорится лечит дыхание на плече и лечит люди те с кем можешь смеяться от мелочей лечит настоящее без прелюдий лечить теплый свет солнечных лучей но действительно так оно есть если у тебя есть люди с которым может поговорить пообщаться посмеяться и солнышко летом сейчас и зимой когда она светит ты прогулку делаешь и наслаждаешься жизнью то конечно это все лечит и лечит и лечит тем более сейчас по всему миру очень много психических заболеваний у нас например здесь на западе количество психических заболеваний резко увеличилась но и в других странах тем более тоже где жизнь резко стало хуже а уровень жизни после этой пандемии упал во многих частях мира об этом статистика говорит и поэтому если немножко переключить свое внимание на людей радоваться мелочам радоваться солнечным лучам и поменьше концентрироваться на плохом то все равно это все будет как лечебная такая терапия для каждого из нас и может вылечить горький кофе или напиток который тебе опьянит вылечить может тот кто всего дороже бог который в тебе звенит то здесь они совсем конечно согласен и может вылечить горький кофе но горький кофе он как бы вредно для здоровья я сам любитель кофе но много стараясь не при не преувеличивать когда сопотребление кофе или напиток который тебя опьянит но это вообще тут опасная штука немножко вина это полезно для здоровья ясно дело ну а если переборщишь тогда будешь проблемами вот последние две строчки это можно сказать самое главное в этом стихе вот в моем таком переделанном стихе до от екатерины бархатовой можете оригинальный стих прочитать у нее там найти в интернете то есть я немножко переделал на свой лад и мне так больше нравится последние две строчки вылечить может тот кто всего дороже бог который в тебе звенит то есть действительно он дороже всего если у нас есть хорошие отношения то это для нас дороже дороже всего но почему он в нас звенит колокол как бы внутри да в каждом человеке есть такой колокольчик или сердце да где он звенит их призывает нас обратиться на его зов потому что он недалеко от каждого из нас ну чтобы проснулись многие люди находятся в такой спячки проводят жизнь в этой спячки в такие как связано с духовной сферы с верой бога или там всякие пророчества да что будет в будущем что с нами произойдет и так далее и тому подобное это очень интересная информация которая той же библии можно найти да но многие люди они их это абсолютно не интересует ну это каждый должен сам себе выбирать никто никого не критикует поэтому каждый идет своим путем по жизни каждый по своему прав и так с вами был виктор балет подпишись на мой канал до следующего ролика опять какую-нибудь интересную мысль если где-то что-то прочитаю обязательно запишу я так время от времени кто-то где-то прочитываю что касается меня моей жизни но иногда вот так могу перефразировать какое-то известное произведение или стих уже на свой лад и более что я тоже в общем-то люблю писать стихи пока пока всего доброго и 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